Так, в этот раз, кажется, запустилось. Добрый вечер. Надеюсь, ничего не слетит. На всякий случай включу дополнительно запись. Думаю, у меня теперь видно весь рабочий стол и все всплывающие окна останутся на месте. Давайте немного пробежимся по плану второй аттестации. На прошлой неделе мы завершили торнадо. Это будет шестая лабораторная работа. Торнадо мы совмещаем вместе с 2D-съемкой, поэтому мы покрыли кусочек проекта. То есть, ваша задача на проект объединить несколько эффектов, то есть, придумать какой-нибудь интересный сюжет и объединить это все с реальной съемкой. Все, отлично. Тогда давайте продолжим здесь в зуме. Параллельно я веду также запись экрана, то есть, как раньше мы проводили лекции через скрин-рекордер. Так, сегодня мы будем работать над разбиением стены. То есть, я сделала небольшую анимацию. Сейчас пока это обычный плейн, обычный куб, который будет у нас стеной, и обычный квадрат. Это, например, будет какая-либо машина. То есть, вы можете использовать модели. Стену можно смоделировать из куба. Либо это может быть какой-нибудь кусочек здания. То есть, суть лабораторной работы заключается в том, чтобы вы разбили какой-то объект. Но прежде чем разбить, нам нужно будет разрезать наш объект на мелкие кусочки. То есть, заранее создать разбиение объекта. Разбивать объект можно несколькими способами. Например, можно купить определенные скрипты, которые позволяют разбить наш объект на кусочки. Так, мне кажется, демонстрация слетела. Так, вот, все вернулись в демонстрацию. Вот. Можно использовать заранее напрограммированные скрипты, которые делят объект на кусочки. Либо можно использовать встроенные в Maya эффекты, такие как шаттер. То есть, получается, у нас есть какой-либо объект. И шаттер бывает нескольких видов. Можем сейчас посмотреть на примере разных объектов, как можно использовать разбиение шаттера. Я сейчас пока скрою элементы моей анимации, и мы посмотрим, какие бывают в Maya шаттере. То есть, у нас есть какой-либо объект, у которого нет толщины. Есть объект, у которого есть толщина. И будет, например, какой-нибудь плоский объект типа плейна. Мы откроем вкладку шаттер и ее опции. То есть, есть в разбиении, которое включает в себя стандартные настройки Maya, есть три вкладки. То есть, можно разбить Surface, можно использовать Solid Shutter и можно использовать Crack Shutter. Сейчас я покажу, какие между ними различия. То есть, Solid Shutter мы сейчас будем применять вот для этого шара. То есть, у него есть какая-то геометрия, но нет, например, толщины. Он не обладает экструдом. То есть, у него толщина у всего объекта в один плейс. Так, мы можем задать количество кусочков, на которые разобьется этот объект. Ну, например, три или пять. То есть, как было задано. Еще прежде чем применять Shutter Effect, нужно обязательно удалить историю объекта. С помощью удаления истории, если это не сделать, будут выходить ошибки. С помощью удаления истории можно как бы решить эту проблему с ошибками. Так, и давайте продолжим дальше. Если выбрать Triangulate Surface, то после этого у вас объект будет состоять из треугольников. Можно убрать эту галочку. Что будет с оригинальным объектом? То есть, сейчас у нас есть сфера. Это оригинальный объект. Объект после Shutter это будет какая-то композиция из кусочков. То есть, можно сохранить оригинальный объект, просто его скрыть. Можно ничего не сделать, тогда на одном месте появятся и кусочки, и объект. И можно удалить этот объект. Ну, то есть, можно использовать просто Height. И попробуем сделать Create. Таким образом, у нас объект разбился на 5 кусочков, и у них нет толщины. Он разбился согласно геометрии, то есть, ровно по кусочкам. Если бы мы, например, использовали Triangulate, то у нас получились бы какие-то ровные линии. То есть, сейчас на втором объекте я покажу, как можно сделать другим способом. Используя Triangulate. Тоже создаем Create. И у нас получились вот такие более сложные кусочки. Чем больше кусочков вы выберете каунт, тем мельче, получается, будет разбиение. Мельче будут объекты, которые разбились. Ну, у них у всех нет толщины, то есть, это как мелкая скорлупа. Толщину можно добавлять дальше, либо можно использовать вторую вкладку в разбиении эффекта. То есть, этот объект мы тоже скроем. Давайте выберем, будет листик кусочков. И сделаем Create. Вот, если мы не удалим историю, то выходит такая ошибка. Так, я сейчас удалю историю и опять нажимаю Apply. Пока есть время проверить, насколько идет запись. Микрофон работает, звук записывается. Все окей. Я выбрала много кусочков и Solid Shutter, и поэтому это занимает много времени, в принципе, пока идет просчет, как разобьется объект. Так, объект разбился. Но он, видимо, стал слишком, слишком-слишком большим. То есть, Solid Shutter использует разбиение таким образом, что он создает толщину у объекта. То есть, точнее, если объект обладает толщиной, он добавляет ему геометрию внутри. То есть, закрывает дырки. Если здесь, например, у нас толщина в один фейс, то с помощью Solid Shutter у нас получились такие кусочки, которые уже закрыты геометрией. Так, давайте-ка создадим новую сцену. Точнее, удалим, наверное, все объекты. Потому что они получились слишком уж большими и увеличенными. И попробуем это сделать заново. Так, я сейчас это удалю. Вернем наш куб. Вернем наш куб. И нажимаем Create. С пятью кусочками Shutter справился правильно. И у нас получились вот такие объекты, у которых есть уже внутри, получается, закрытые полигоны. Когда будет происходить разбиение, то есть на нем будет уже видна, у них будет видна толщина. Можно использовать материал. То есть, получается, он отображается желтым, потому что на нем нет материала на созданных полигонах. Можно просто назначить материал после того, как мы применили шаттер. Так, я это сейчас опять еще раз удалю. Вернемся к нашему плейну. У плейна можно увеличить количество subdivision. Мы будем использовать третий тип шаттера, который называется Crack Shutter. Для этого нужно войти в режим вертекса и выбрать определенный вертекс, откуда пойдут трещины. То есть, Crack Shutter, он даже говорит о себе. То есть, он дает трещины у объекта на основе выделенных вертексов. Одного или нескольких, например. Рандомно создается деление таким образом, чтобы от этого вертекса получилось 5 кусочков разбиений. То есть, Crack Shutter, он разделит плейн относительно определенного вертекса. Сейчас включу режим отображения в wireframe. Таким образом, у нас получилось 5 таких кусочков. Так, вернемся к нашему объекту. Мы можем использовать на стене Solid Shutter, либо Crack Shutter. То есть, оба способа верны. Так, немного неудобно с помощью зума попадать в эффекты. Можно случайно нажать и остановить демонстрацию. Так, у нас нам нужна вкладка. Подкручиваем. Нам нужна вкладка эффекты и шаттер. Мы выбираем Solid Shutter. Попробуем выбрать большее количество кусочков. Ну, например, 30. Сейчас выдаст ошибку, потому что я не удаляла историю у этого объекта. А, нет. Все прошло гладко. Но в любом случае, удаление истории, если вдруг у вас выходят ошибки, решает проблему. Итак, у нас есть несколько кусочков. Когда мы ударяемся объектом в стену, то центральные кусочки разбиваются намного больше, чем крайние. И можно, в принципе, крайние боковые кусочки у стены сгруппировать. На них, например, можно не назначать определенные эффекты, такие как Active Rigid Body. Ладно, пусть остается. У остальных объектов давайте попробуем еще их разделить на несколько кусочков. То есть проверим, насколько они мелкие. Или если мы сейчас попробуем выбрать историю и возьмем какой-нибудь суперкрупный объект и его еще раз разделить. И пусть уже будет на 5 кусочков. Так вот. Мы его разделили еще на мелкие кусочки. Можно посмотреть, в принципе, на остальные объекты. Думаю, вот эти два кусочка тоже можно применить к ним. Разбиение. Ну, еще более мелкое. Нужно удалять историю, назначить стандартный материал. И применим к ним опять разбиение шаттера. Нужно нажать G. То есть это повторение команды. Думаю, я еще под этот кусочек тоже. Эффект с шаттером. Так, удалить историю. Обязательно нужно применять лучший материал. Ламберт 1. И опять попробуем применить шаттер. Да, все. Мы разделили еще кусочки на более мелкие кусочки. И их нужно будет разгруппировать. Скрытые объекты можно, в принципе, удалить. Здесь нам не понадобится. Сохранимся на всякий случай. Так, и теперь мы будем использовать встроенный в Maya плагин, такой как Bullet. Можно пойти двумя способами отсюда. Можно использовать Encloth, Passive и Active Collider. А можно использовать уже плагин, который предназначен для подобных разбиений. Это плагин, называемый Bullet. Можно взять, если, например, у вас он не включен, нужно обязательно зайти в Plugin Manager, проверить, проверить, подключен ли у вас данный плагин. Он называется Bullet. То есть надо пройтись по вкладкам. Да. То есть у меня он есть, но он у меня не автолоудед. Когда вы включите Loaded и Автолоудед, у вас появляется определенное меню Bullet. Автолоудед означает, что в следующий раз, когда вы включите Maya, он у вас уже будет прогружаться. Можно использовать как меню, так и вкладку на панели. Для плейна мы создадим Passive Collider для того, чтобы у нас все активные объекты не падали вниз. Так, проверим, насколько у меня... Не пересекается ли у меня плейн с моей стеной. Немного пересечения было, поэтому я сейчас опустила немного плейн вниз. Также, когда вы работали с Торнадо, экспортируете вашу сцену, точнее, вашу камеру оттрекинную в сцену Maya, мы меняли Preferences, то есть ориентацию осей. Если у вас стоит Z, то нужно переключиться на Y. Так будет работать удобнее. Ну, это желательно вначале включать. Так, и теперь у меня... Я хочу добавить по Y. Чуть-чуть высоты. Ну, чтобы у меня, в принципе, куб целился в то место, где у меня мельче всего кусочки. Так, сохраняемся. Для плейлейна мы создаем Passive Collider, то есть Passive Rigid Body, а тут он находится в третьей вкладке. Для кубика мы создаем будет Active Rigid Body. Ему можно оставить тип коллайдера Box. Поставим Kinematic Rigid Body, так как он не динамический, а он движущийся. Тогда у нас анимация сохранится. Нет, не сохранилось. Так, секунду. Тогда отменяем и выбираем еще раз. Bullet Active Rigid Body. Попробуем оставить Dynamic Rigid Body. Тогда он падает. Ок. Ладно, вернем ему все-таки кинематик Rigid Body. Санимировать его можно будет с помощью вкладок. Заходим в атрибут Editor. У него появилась вкладка Bullet Rigid Body. И у него есть импульс. То есть, если мы поменяли координаты на y, z, x, то означает, что он будет, если он будет двигаться вперед, это будет координата z. И можно добавить импульс по z. Так, если вы хотите поменять, Продолжение следует... 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 У них есть вкладка Collision Attributes, и можно поставить не Box, а Box Collider, это, например, он берет каждый объект и дает ему фигуру квадрата, и на основе этого квадрата он будет коллайдиться, то есть получается от каждого объекта нарисовался квадрат, и поэтому они рассыпаются друг от друга. Если мы выберем Hole, то есть это весь объект, то уже не так сильно они разбиваются. Можно еще уменьшить этот Margin Shape, да, в принципе, они уже не разлетаются друг от друга, но на них действует гравитация. В чем лучше будет, чем в обычной Enclose и Rigidbody? Тем, что у него есть... В чем лучше будет, чем в будущем? Субтитры создавал DimaTorzok 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 solidShutterInitialState и попробуем значение clue поставить меньше. Таким образом у меня кусочки бьются гораздо больше. Можно поставить еще совсем меньше. Пусть это будет 0.01 или 0.05. Таким образом, чтобы нам хватило сил сдержать объект, но кусочков стало меньше. Также массу кусочков можно тоже выставить побольше, потому что у нас кусочки слишком легкие, и они улетают вместе за шариком. Поэтому мы сейчас выберем SolidShutter, его solver, который относится к сету. Можно зайти через bullet solver. И мы можем увеличить дефолтную массу. Попробуем сделать ее тяжелой. С помощью массы у нас кусочки падают друг на друга, теперь разбиваются еще друг об друга. То есть управляя массой, initial state и glue shape, то есть вы можете настроить падение вашей стены. Также мы можем сейчас еще сделать... Это было разбиение объекта с помощью другого объекта. Мы можем попробовать сделать так, чтобы, например, если это стеклянный бокал, он падает на пол и разбивается. Создадим новую сцену. Поставим пол. Plane. Наш passive collider. Можно с помощью керва нарисовать какой-нибудь стеклянный фужер. Можно использовать режим from. Если я сейчас буду использовать curve и revolve, то есть как мы делали это для торнадо, я могу создать какую-нибудь форму, напоминающую мой какой-нибудь фужер. Выделяем curve. Мне нужно вернуться во вкладку modeling и во вкладке surface я буду использовать revolve. Но мне нужно поставить полигоны. Можно использовать quads. Можно использовать count, чтобы качество было больше 400 фейсов. Так. Я немного отодвину от оси, чтобы у меня ножка была потолще. Ну, например, у нас есть вот такой фужер. Через control vertex я ему закрою ножку снизу, чтобы у меня там не было дырки, например. Вернемся в режим object mode. И я ему добавлю еще толщину с помощью экструда. Сохранимся. Изначально удалим всю историю. Центр пайлот. Керф, в принципе, тоже можно удалить. Мы можем использовать в данном случае опять solid shutter. Разобьем его на 35 кусочков. Пусть будут треугольники. Изначальную форму мы просто скроем, чтобы фужер на всякий случай сохранить. Нажимаем create. Вовремя сохранились. Вовремя сохранились. Вовремя сохранились. Так, удалим историю у объекта. Сохранились. Нужно посмотреть, вообще правильная ли геометрия у объекта. Ну, вроде с виду он выглядит нормально. Так, удалим керф. Чтоб не мешал. Мы еще раз попробуем сделать эффект. Да, вот теперь все сработало. У нас есть объект. Мы его сейчас поместим куда-нибудь повыше. И с помощью гравитации он просто упадет и разобьется. То есть на plane мы назначим bullet. Passive Collider. И этот у нас будет... Так, секунду, у меня лишние объекты выделились. Так, Solid Shutter у нас сохранился. Выделяем только plane. Выделяем только plane. В режиме Object Mode. Какой-то не появился. Назначаем ему Rigid Body. У нас появляется bullet solver. Сюда мы назначаем set объектов. Так, проверим гравитацию. О, они разлетаются. То есть мы опять настраиваем у данного solver. коллижен атрибута, то есть выбираем hole и уменьшаем margin, shape margin. И чтобы он летел быстрее, в bullet solver мы меняем гравитацию. Например, нам много. Тогда падать он будет быстрее. Нужно увеличить количество. Тогда, думаю, не все объекты будут проскальзывать. Да. Они теперь не проскальзывают сквозь друг друга, но падают. Потому что у нас plane, в принципе, не слишком большой. Таким образом мы разбили какой-то стеклянный объект. Так, у нас осталось меньше минуты на бесплатную конференцию. Можем сейчас перезапустить. Или, в принципе, если у вас вопросов нет, у меня по разбиению на сегодня все. Можем все поставить. Продолжение следует... الع ere